Пётр Гуменник, серебряный призёр первенства России. И Петя нам рассказывает, как он выступил на этом чемпионате, какие были мысли, какие ощущения. Да, и как... Давай начнём с самого начала, да, с сезона. Сезон начался хорошо, я выучил новые четверные. Но потом пошли небольшие неудачи, связанные с травмами, которые как раз-таки связаны с тем, что новые сложные прыжки выучил. В принципе, я на этапах Гран-при достойно показал себя. А потом вот в конце осени и на чемпионате России неудачно выступил. К этому старту я был лучше готов. Хоть контент у меня был, можно сказать, прошлогодний, облегчённый, но в принципе я доволен собой, потому что почти всё сделал. Одну ошибку только допустил в двух программах. Сложно было настраиваться, собираться на этот чемпионат России, потому что, хотя и говорят, что домашние стены, мы много раз были в Саранске, но всё равно этот чемпионат, он отборочный на чемпионат мира. И это где-то наверняка сидит всё-таки в голове, что это важный момент. Да, я вот с опытом понял, что надо об этом меньше думать. Даже о своём прокате надо не слишком много думать. Только вот когда уже на каток приехал, тогда уже собраться, не отвлекаться и быть настроенным. А вообще лучше, не знаю, чем-то развлечься, погулять, чтобы лучше психологически себя подготовить. Кстати, вот рассказывали про Чена, что он абсолютно не заморачивается перед тем, как выйти на старт. Он может смотреть видео, разговаривать с кем-то из спортсменов, как будто он не думает о том, что ему через три минуты, условно говоря, идти на лёд. Может быть, он это делает, как ты говоришь, специально, для того, чтобы не загружать себя лишними какими-то мыслями, которые потом будут мешать. А во-вторых, я думаю, ему легче тем, что у него не поставлено всё на спорт. И у него, даже если что-то не получится в прокате, он, я слышал, очень хорошо учится. И, в принципе, у него хорошо жизнь идёт. Но мне кажется, для него всё-таки это важный спорт, потому что какая бы учёба ни была, и да, там есть, как бы, скажем так, такой вот запасной вариант, но, в принципе, если бы он не был мотивирован, он бы не добивался таких результатов и не стартовал. Ну ладно, бог с ним о чине. Расскажи, вот короткая и произвольная программа, да, вот какие-то свои ощущения. Ну, на короткое единственное, что я волновался, это из-за треновакселя, потому что, ну, в предыдущих некоторых стартах на финале я с него упал, потому что, ну, волновался. А когда я его сделал, я уже спокойно докатывал с наслаждением. А перед произвольной я тоже не думал о месте своём промежуточном, не думал о итоговом месте, просто старался выполнить всё, что я смогу. В Загребе я тоже опыт хороший получил, я был очень хорошо готов. Это, ну, самый лучший мой момент был в сезоне по готовности. И поэтому, когда я, ну, случайно, по-моему, упал с Альхова, меня это очень выбило, и я растерялся, можно сказать, и дальше у меня было сложно катать. Теперь я уже буду готов к этому. Петь, ну что, я могу тебе пожелать только, чтобы в Таллине у тебя всё получилось, как ты планируешь, чтобы ты не загружал себе головы, чтобы ты откатался вот так, как ты умеешь сделать всё, на что ты настраиваешься. Субтитры сделал DimaTorzok